Федерации и Комитет за поднятие этого вопроса. Дело в том, что и Министерство, и наши институты развития, мы ежедневно работаем и с нашими резидентами, с потенциальными инвесторами и рассматриваем возможность совершенствования наших преференциальных режимов на территории Дальнего Востока, Арктики. И в целом, здесь уже не секрет, Министерство в этой части находится в неком таком авангарде. И те решения, которые принимаются и на законодательном уровне, они потом уже трансформируются и переходят на другие регионы. В частности, вот законодательство по налоговым режимам в территориях, опережающих социально-экономическое развитие, Министерство в частности, тоже является неким таким новатором. И мы хотим продолжить эту практику. Но я бы хотел вкратце сказать, что в настоящее время на территории Дальнего Востока, именно Дальнего Востока, подчеркну, 22 территории, опережающие социально-экономическое развитие, в них реализуются проекты порядка 500 резидентов. Соотношение осуществленных частных и бюджетных инвестиций, так называемые мультипликаторы, по таким проектам, по состоянию на май текущего года, мы его мониторим ежемесячно, составляет 45 к 1. Коллеги, я хотел бы тоже на это обратить внимание. 45 к 1 на рубль вложенных бюджетных средств, мы получаем мультипликатор 45,5 рубля небюджетных. Всего с мерами государственной поддержки на Дальнем Востоке в Торах реализуются проекты с объемом заявленных инвестиций, обратите внимание, 4,3 триллиона рублей и созданием более 88 тысяч рабочих мест. Для Дальнего Востока это является особо актуальным, помимо инвестиций и создания рабочих мест. Из них в экономику Дальнего Востока резидента Метор уже вложено, уже вложено на текущий момент 1,1 триллион рублей. Создано на текущий момент более 37 тысяч рабочих мест. Введено в эксплуатацию 139 инвестиционных проектов. 139. Реализация данных проектов была бы невозможна без мер государственной поддержки определенных федеральным законом о Торах и налоговых преференций для резидентов, установленных в налоговом законодательстве. Я бы еще хотел отметить, что за последние годы на Дальнем Востоке наметилась тенденция о том, что молодые люди не выезжают с Дальнего Востока. Это как раз таки, мы это в первую очередь увязываем в том числе и с активностью инвестиционной на Дальнем Востоке, а стимулом здесь являлись преференциальные режимы. Такие как Тор, Свободный порт и Владивосток. Основные налоговые преференции, предоставляемые в Торах, это льготы по страховым взносам, но я перечислять их не буду, льготы по налогу на прибыль, льготы по налогу на имущество. Данные льготы существенны для большинства отраслей и проектов. Это позволяет повысить норму доходности для принятия инвесторами положительного решения по реализации проекта. Вот этот десятилетний налоговый период, он и позволяет в ускоренном режиме и вернуть заемные средства, упрощает, соответственно, финансовую модель. Однако на практике есть ряд затруднений в их применении. Я бы тоже хотел на это обратить внимание. В частности, установление различных условий для применения налоговых льгот на различном уровне для резидентов ТОР, осуществляющих деятельность в разных субъектах Российской Федерации. Речь идет о налоге на имущество, которое, в принципе, устанавливается на региональном уровне. И в отдельных субъектах есть некие установленные нормы по налоговым льготам. Они отличаются несколько от других субъектов. То есть, к примеру, в качестве примера можно привести Хабаровский край. Здесь, в соответствии с статьей 2 закона о региональных налогах и налоговых льготах, в Хабаровский край начало действия льготы по налогу на имущество начинается с момента получения статуса резидента ТОР. А в большинстве субъектов Дальнего Востока льготы, получается, после того, как объект вводится в эксплуатацию. Соответственно, вот, к примеру, в Хабаровском крае льгота физически снижается с 10 лет до меньшего периода, потому что срок строительства, он тоже порядка в среднем 3 года. Вот, мы бы предложили бы все-таки здесь сделать сквозную норму на федеральном уровне, которая бы в этой части регулировала именно эти правоотношения. На региональном уровне для резидента ТОР установлены различные условия применения налоговым годом по налоговому на имущество. Вот, следующее, что бы я хотел бы, по второй проблеме, которую хотел бы озвучить, это невозможность применения резидента МИТОР заявительного порядка возмещения НДС. Такая норма, она предусмотрена законодательством, но, по сути, она сейчас является декларативной. Вот, в частности, там определенные моменты не урегулированы, в том числе, ну, чтобы вкратце об этой норме, значит, ты, то есть, резидент имеет право на возмещение НДС до, не дожидаясь периода проведения камеральной проверки налоговым органам. Соответственно, она занимает три месяца, и в законодательстве предусмотрена норма под гарантией наших управляющих компаний, корпорации развития Дальнего Востока, значит, предоставить, возместить этот НДС, вот, не дожидаясь камеральной проверки, но под гарантией, потому что в случае, если после камеральной проверки выяснится, что нужно вернуть часть этих средств, то тогда выступает как гарантом Институт развития Миндаль-Востока и его управляющей компанией. Вот. В данном случае, пока эта норма декларативна, как я сказал, потому что требует нормативного урегулирования, еще следующий вопрос, это определение источника компенсации затрат на выполнение обязательств по договору поручительства. Дело в том, что когда мы выступаем поручителем, у нас нет, нас не фондирован из бюджета, и, соответственно, у нас нет этого фонда. Дальше. Утверждение уполномоченным органам по контролю и надзору в области налогов порядка уведомления налогового органа по месту учета налогоплательщика о факте заключения договора поручительства. Определение системы критериев для принятия управляющей компанией решения заключения договора поручительства. И многое другое. Мы бы предложили в качестве альтернативного варианта, чтобы уйти от этого сложного механизма, мы бы предложили в качестве альтернативного варианта просто сократить на федеральном уровне срок проведения камеральной проверки с трех месяцев до одного. И тогда мы могли бы уйти от всех этих гарантий, поручительств и так далее. Следующий вопрос, то, что мы предлагаем рассмотреть, вопрос развития системы налоговых преференций дифференцированными отраслевыми мерами поддержки с целью снижения налоговой нагрузки в отраслях, для которых общие преференции не дают должного эффекта. Мы предлагаем, в частности, систему преференций дополнить возможным применением льгот по отдельным проектам одного резидента. Для этого предлагается применять налоговые льготы не к юридическому лицу, а к инвестиционному проекту. Получается следующее, что если же, например, юридическая лица ОПА зарегистрирована как резидентом, реализовала проект, то и получила все налоговые льготы. Второй инвестиционный проект в ТОРе, они не могут быть уже, получить льготы. Это очень важный вопрос, поскольку есть несколько стадий, в том числе и переработки, которые рассматриваются в целом как новые инвестиционные решения. И здесь тоже хотел бы, уважаемые коллеги, на это обратить внимание. Следующий вопрос, который бы еще, на наш взгляд, тоже очень важный, что требует некой до настройки налоговых преференций, это возможность изменения срока начала применения налоговых льгот по выбору резидента. Дело в том, что сейчас срок он фиксирован, мы бы предложили бы вот эту рамку, там пятилетнюю и там дальше еще 5 плюс 5, что называется, ее эту рамку сдвигать по решению, ну по предложению резидента. Дело в том, что когда проект выходит на стадию уже введения в эксплуатацию и реализации, в первые годы, как известно, пока не выйдут на заданные темпы по выручке, естественно, невысокая прибыль, и соответственно, многие бы резиденты хотели бы сдвинуть эту рамку льготного периода. В целом, я хотел бы сказать, что министерство и дальше продолжает работу по совершенствованию преференциальных режимов, но я бы еще в завершение хотел бы сказать, что сейчас мы рассматриваем еще один аспект в части преференции для деятельности резидентов территории опережающего социально-экономического развития. Это не только льготы, налоговые и другие меры государственной финансовой поддержки, но очень важно еще для наших резидентов сократить время реализации проекта, потому что, как известно, время – это тоже деньги для проекта. И, соответственно, здесь мы работаем и с Минстроем по сокращению времени строительства и норм, которые увеличивают, особенно в промышленном строительстве, которые сегодня требуют больше времени и большой бюрократических, больших моментов. С учетом в этой связи нам всем, на мой взгляд, тоже нужно и этот аспект учитывать в рамках поддержки наших резидентов в территориях опережающихся социально-экономического развития. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Гаджигамед Гаджбутаевич. На самом деле, вы очень четко, вам большая благодарность в своем выступлении. Нам уточнили цифры, во-первых, сегодня, по крайней мере, по Дальнему Востоку, по Северу, по инвестициям в ТОР. И главное, что у вас почти десяток предложений. Большая часть из них касается налоговых вопросов и по срокам, и по первой части налогового голоса, и по второй. Поэтому я предлагаю в дальнейшем добавлять предложения или сразу по ходу выступления, может быть, вполне можно высказывать мнение по ранее высказанным предложениям, чтобы мы в итоге уже имели разные точки зрения по тем или иным предложениям. Наша цель сегодня, еще раз, после совещания, внести в законодательство изменения, которые позволили бы более эффективно этим налоговым территориям и режимам работать. То есть ТОРом и РИПом развиваться с учетом всей наработанной практики. Коллеги, следующее выступление у нас, слово предоставляется Борисову Денису Валерьевичу, директору департамента анализа эффективности налоговых режимов, преферациональных налоговых режимов Минфина России. Спасибо. Денис Валерьевич, подключайтесь. Хорошо, у нас был на связи, причем вы видели на экране. Это слово предоставляется Шадрину Максиму Сергеевичу, заместитель начальника инспекции по контролю за ходом развития приоритетных геостратегических территорий Российской Федерации, департамент регионного развития ЖКХ, счетной палаты. Максим Сергеевич, вы на связи, да? Добрый день, да. Коллеги, слышно? Да, Максим Сергеевич, да, слышно, спасибо. Уважаемый Андрей Николаевич, уважаемые коллеги, коллега с Минвостока развития, выступавший передо мной, уже обозначил основные вопросы, поэтому мне остается лишь дополнить, кратко остановлюсь на тех моментах, на которые обращала свое внимание счетная палата. Хотелось бы сказать прежде всего о деятельности ТОР в Дальневосточном федеральном округе, с чем нам, собственно, непосредственно приходится работать и контроль за которыми счетная палата осуществляет. Как уже сказано, федеральный закон о территориях опережающего развития в Российской Федерации, определивший правовой режим, меры господдержки и порядок осуществления деятельности на таких территориях, был принят в декабре 2014 года. Нужно отметить, что счетная палата, когда этот законопроект только поступил к нам на рассмотрение, указывалось на отдельные недостатки и риски, связанные с его принятием. В частности, мы отмечали формальный характер финансово-экономического обоснования, отсутствие в нем расчетов экономического эффекта от реализации положений законопроекта, в том числе расчетов прилагаемого изменения налоговых поступлений в бюджеты, в бюджетные системы Российской Федерации. Вместе с тем, опыт и практика реализации закона свидетельствуют, что налоговые и иные преференции имеют спрос среди дальневосточных инвесторов, обеспечивая конкурентоспособные условия ведения предпринимательской деятельности. В настоящее время, как уже сказано, созданы 22 территории, опережающие развитие на Дальнем Востоке. Одна территория в арктической зоне Российской Федерации, а также более 90 торов на территориях моногородов и закрытых территориальных образований. Говоря про дальневосточные торы, в целом можно отметить, что установленные для них преференции и меры инфраструктурной поддержки президента позволили достичь по округу, Дальневосточному округу, определенных экономических результатов. Так, к 2021 году накопленный объем привлеченных резидентами дальневосточных тор и частных инвестиций превысил 1 триллион рублей. Создано, как уже было сказано, более 35, это на начало этого года, тысяч рабочих мест. Более 500 резидентов тор дальневосточных реализуют инвестпроекты в самых различных отраслях экономики. Это и крупные добывающие и обрабатывающие производства, в том числе работающие в нефтегазовой и угольной сфере, сельхозпредприятия. Один из показательных примеров – тор Южной Якутии, где развелнуты масштабные освоения угольного месторождения, добыча коксующегося угля, производство угольного концентрата. Объем частных вложений уже составил 49 миллиардов, создано более 5000 рабочих мест. Проект, реализуемый в Якутии, важен как для региона, так и для всего Дальнего Востока. Ведь основной рынок сбыта каменного российского угля приходится на страны Азиатско-Тихоаканского региона. Другой показательный пример – тор Большой Камень с якорным резидентом, дальневосточным заводом «Звезда». Это более 114 миллиардов рублей инвестиций, свыше 7000 рабочих мест. В то же время, по оценке Минфина России, объем выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы только в 2020 году составил 36 миллиардов рублей, а за период 2021-2023 годов составит еще 130 миллиардов рублей. Говоря об имеющихся сложностях, нельзя не отметить, что часть резидентов, обладающих правом на льготы и освобождение по налогам, не выполняют обязательств по соглашениям об осуществлении деятельности. Это так называемые несостоявшиеся проекты. Одним из проблемных моментов, установленных в ходе проведенного в 2019 году счетной палатой мероприятия по анализу практики применения различных префрежимов, является далеко отложенный срок начала применения механизма оценки эффективности деятельности таких территорий. С учетом того, что территории начали создаваться в 2015 году, то есть это получается не ранее 2028 года, что пока не позволит увязать бюджетные вложения и динамику получаемых налоговых, в том числе налоговых эффектов. В настоящее время, если говорить о проблемах, еще по ДФО пока не достиг опережающей среднероссийской динамики по объему привлеченных инвестиций. Так, по итогам 2020 года по Дальневосточному федеральному округу наблюдается спад по отношению к предыдущему году объема привлеченных инвестиций в основной капитал на 13%. В заключении хотелось бы обратить внимание на позитивное явление. В регионах Дальнего Востока растут и налоговые поступления. Объем налоговых доходов консолидированных бюджетов регионов в 2020 году в целом по ДФО вырос и составил 105% по отношению к прошлому году, что выше на 1% среднероссийских показателей. По оценке Минвостокразвития России доходы бюджета от деятельности резидентов ТОР, а также свободного порта Владивосток, также предусматривающего налоговые преференции для резидентов, по итогам 2020 года составили 94 миллиарда рублей. Это накопленным итогом. А начиная с 2018 года прямые и налоговые расходы государства на эти режимы окупаются. В то же время предстоит еще много работы, в том числе, как мы считаем, необходимо сформировать механизмы вовлечения бизнеса, получающего налоговые и административные преференции, привилегии, установленные для режима ТОР, в решении социальных задач, в том числе в создании социальной инфраструктуры. Благодарю за внимание. Спасибо, Максим Сергеевич. У нас Минфин подключился. Да, коллеги, слышно меня, видно? А, все, да. У нас два руководителя департамента. Да, мы вместе. Денис Валевич Борисов. Да, здание уголков. Директор департамента налогового у нас и преференции. Очень приятно, здравствуйте. Да, соответственно, Андрей Николаевич, коллеги, спасибо за предоставленное слово. В целом, хотелось бы отметить, что Минфином России в настоящий момент ведется, она начитая, уже так активно ведется достаточно системная работа по анализу эффективности всех действующих в преференциальных налоговых режимах на территории России. Ну и, естественно, режим ТОРов или ТОР, он попал в наш периметр, является таким, неким, одним из пилотных проектов. Соответственно, мы, поскольку, ну, как совершенно верно уже отмечалось, что один из ключевых элементов все-таки проведения анализа, это все, что связано с донастройкой именно налоговой системы, поэтому мы особое внимание все-таки уделяли именно эффективности налоговой составляющей. Помимо этого, безусловно, также смотрели и на те административные какие-то плюсы или минусы, которые присущи режиму ТОРТ-АСЭР. Вот, соответственно, сегодня хотел бы тогда поделиться там некоторыми наблюдениями, которые мы видели, проводя вот этот анализ, собственно, но уже отмечалось, что на сегодняшний день действующая редакция налогового кодекса предоставила достаточно широкий спектр налоговых льгот резидентам ТОР, там, начиная от региональных налогов и заканчивая рядом федеральных налогов, включая тот же НДПИ, например. Вот, цена вопроса, если, тут уже цифры приводились, вот, если брать чисто налоговые расходы, которые приходятся на всех, на все ТОРТ-АСЭРы, включая как ТОРТ-АСЭР на Дальнем Востоке, так и моногорода, то это примерно более 40 миллиардов рублей, при этом к 2023 году эта величина, как ожидается, может вырасти примерно там до 60 миллиардов рублей. Соответственно, ну, очевидно, что с учетом масштабности более 90% от этих налоговых расходов приходится именно на Дальневосточный федеральный округ, в том числе за счет того, что, как известно, там действует режим свободной таможенной зоны, да, и, соответственно, с возможностью по освобождению от пошлин, там, НДС и акцизов. Итак, на чем мы сделали? Если мы, ну, первое, как я уже говорил, все-таки мы проанализировали действующие нормативные правовые акты, которые, собственно, создают основу, оболочку для функционирования этого режима. Помимо этого, мы взяли в режиме 15 плюс 15, взяли 15 ТАСЭР дальневосточных и 15 ТАСЭР в моногородах совместно с Федеральной налоговой службой, соответственно, собрали массив данных по налогоплательщикам для того, чтобы провести, посмотреть, а насколько все-таки те показатели, которые демонстрируются вот резидентами этих ТАСЭРов по ключевым вот этим 15 плюс 15 ТАСЭРам, отраслям, туда вошли угольщики, естественно, туда вошли строительство судов, туда вошло морское рыболовство, производство масел, и, соответственно, посмотреть, а насколько все-таки те показатели именно ключевые финансовые деятельности, да, компании, насколько они там соответствуют отраслевым бенчмаркам, насколько динамика хуже, лучше. Вот, ну, начну тогда с хорошего, да, сначала о хорошем, то есть в целом мы увидели, что по резидентам и выручка, и капитальные вложения, чистая прибыль от продаж, и, соответственно, численность действительно динамику демонстрирует положительную, при этом, естественно, все-таки, наверное, собрались больше не для того, чтобы хвалить друг друга, да, все-таки поговорить о каких-то таких проблемах, которые требуют доработки, и до настройки, поэтому я, конечно, начну с того, что, вот, как я уже сказал, действительно динамика по капитальным вложениям выглядит достаточно неплохо, однако очевидно, что помимо непосредственно режима ТАССР, целый ряд компаний, реализующих в том числе крупные проекты, они имеют возможность использовать и другие льготы, там, отраслевые, например, да, и, соответственно, для крупных проектов, то есть вот существенный прирост этого капельса был обеспечен именно крупными проектами, больше двух третей, которые пользовались и другими, соответственно, налоговыми льготами, зачастую гораздо превосходящие по размеру те, которые компании могут получать в рамках режима ТАССР и ФТОР, и это говорит о том, что далеко не всегда именно режим ТАССР стал первопричиной реализации того или иного крупного проекта. Второе, что бросилось в глаза, это, соответственно, если посмотреть на все преференциальные налоговые режимы, то видно, что размер налоговых расходов на рубль выручки, которая приходится на резидентов ТАССР, он для Дальнего Востока, он существенно ниже, то есть там, по нашим оценкам, по, соответственно, по рубль, рубль предоставленных налоговых расходов на рубль выручки по ТАССР в Дальнем Востоке это порядка 5 рублей, в то же время, если посмотреть, как это там по тем же РИПам, то это 14 рублей, по особым экономическим зонам, по ПТ, там, 12 рублей, то есть это говорит о том, что все-таки отдача, именно по сравнению с другими преференциальными режимами от ТАССР в ДФО, она пока меньше, и при этом картина по численности, она зеркально противоположная, то есть наибольший размер именно налоговых расходов на каждого работника, он максимален в ТАССРах, в ДФО, то есть это говорит о том, что, как бы, ну, каждый работник, на каждого работника те льготы, которые предоставляют налоговые расходы государства, они максимальны, что, как бы, тоже, наверное, не очень хорошо. Также был, конечно, заменчен целый ряд административных таких недоработок, которые требуют также совершенствования, причем, как в целом, как по ДФО, так и по моногородам, то есть там, ну, соответственно, на базе, я сейчас не буду на этом всем подробно останавливаться, вот, в целом, опять же, поскольку там имеется возможность возмещения ДЭС и бюджета, там формируется отрицательный налоговый эффект, опять же, по ТАССРу в ДФО, в общем, по итогам, мы, соответственно, подготовили свои соображения, идеи, они направлены, установлены в порядке в, соответственно, правительство Российской Федерации, я думаю, что по итогам вот этого нашего, так сказать, наблюдения будут даны какие-то там поручения, и тогда, соответственно, будем рады совместно и с коллегами из Госдумы, совместно с коллегами из Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации, соответственно, вместе там с отраслевыми, ну, прежде всего, с Минвостоком, с Минэком, да, уже перейти на какую-то практическую плоскость и начать, соответственно, проработку уже конкретных предложений для того, чтобы действительно этот режим, ну, был более эффективен и, соответственно, служил тем заявленным целям, которые декларировались при его принятии. У меня все, спасибо большое. Спасибо, Денис Валерьевич. Данила Вертольевич, там присутствуете, да? На самом деле, мы вас услышали, то есть, вы все время говорите о наблюдениях, на самом деле, у вас, конечно, есть четкий анализ, четкие расчеты, вы так скромно называете их наблюдениями. И мы, я думаю, что те предложения, которые вы направили, мы тоже после нашего семинара совещания, надеюсь, мы ознакомимся совместно с этими предложениями, и уже в правительстве, в федеральное собрание мы, наверное, согласованно вынесем согласованные уже, синхронизированные предложения. Вот, ну, единственное, я не возвращаюсь к выступлению вот первого заместителя министра по развитию Дальнего Востока, он очень четко еще раз перечислил налоговую проблематику, которую разрешать надо законодательно, ну, там вопросы, может быть, есть какие-то спорные, вот, но вот наш коллега из Минфина, Денис Валерьевич, сказал, что эффективность на Дальнем Востоке, вот, ТОРов, АСЭРов, это намного выше, чем в других территориях, он даже к налоговым расходам привел там пропорции, это надо учитывать, и нам надо, собственно говоря, желательно бы сегодня после нашего семинара совещания все-таки подумать, как повышать эффективность этих режимов уже не только на Дальнем Востоке, а по всей территории, вот моногорода мы вспоминали, и здесь присутствует очень много регионов, в которых в той или иной мере эти проекты сегодня реализуются, вот, по крайней мере, там, где не Дальний Восток, там нас Минфин говорит не очень пока хорошие финансовые результаты, соответственно, цель нашего семинара, их в том числе, принять такие решения, чтобы эти результаты финансовые улучшались. Коллеги, слово предоставляю, вот, Николай Анатольевич Пегин присутствует здесь в Союзе Федерации, в аудитории у нас, единственный из территории представитель, который попросил приехать в Союз Федерации, генеральный директор Атом Тора, управляющий компанией. Спасибо, Андрей Николаевич, за предоставленное слово. Уважаемые коллеги, добрый день. Управляющая компания Атомтор, как и корпорация развития Дальнего Востока, управляет некоторым количеством территорий, в данном случае, это территории, на которых расположены объекты и градообразующие предприятия госкорпорации Росатом, у нас их на сегодняшний день 8 создана территория, опережающего развития в ЗАТО, и 2 территория опережающего развития созданы в моногородах. На сегодняшний день это, на сегодняшний день 8 ЗАТО, это 44 объекта инфраструктуры, 55 участков, земельных участков, и более 1000 гектар площадь. На сегодняшний день мы зафиксировали уже 46 резидентов, которые планируют привлечь более 7 миллиардов рублей, и уже на сегодняшний день капитализировано, привлечено в капитал более 950 миллиардов рублей. Это уже сегодня созданных 2000 рабочих мест, планируемых 2000 рабочих мест, и фактически созданных практически 500 рабочих мест. К 30-му году мы планируем более 10 тысяч новых рабочих мест, более 50 миллиардов привлеченных инвестиций, и более 200 привлеченных резидентов. Конечно, цифры несколько отличаются от планируемых по Дальнему Востоку, но, тем не менее, и объем площадей резидентов у нас на сегодняшний день несколько отличается. Главной целью создания территории опережающего развития в наших городах это все-таки был социальный фактор, та самая маятневоковая миграция, которая сегодня именно присуща закрытым городам. И за счет реализации проектов территории опережающего развития мы как раз самой главной целью и ставим если не ликвидацию, то очень серьезное влияние на этот фактор. И как раз те цели, задачи, которые мы поставили по показателям у нас где-то мы закрывать будем чуть даже более 40% на сегодняшний день существующей вот этой маятниковой миграции, которая серьезно дестабилизирует социальный климат в закрытых городах. Те предложения, которые сегодня прозвучали и от Министерства Дальнего Востока тот анализ или оценки, которые были даны представителям счетной палаты, Министерства финансов, конечно, говорят о том, что территория опережающего развития еще являются, находятся на стадии определенного такого старта, да, и это касается, конечно, и территории опережающего развития у нас. Мы работаем с 2017 года, в активной фазе находимся с 2019 года и уже плотно работаем и с Министерством Дальнего Востока именно по внесению изменений как в 473, так и в те нормативные акты, которые касаются именно налогов и сборов. Мы проанализировали в части, сделали некоторый сравнительный анализ деятельности наших резидентов по налоговым платежам и тем налоговым льготам, которыми они на сегодняшний день уже воспользовались. Так, мы зафиксировали, что по всем, по совокупности всех налоговых платежей, а это в федеральный бюджет, консолидированный бюджет региона и страховые взносы, в общей сложности мы уже заплатили порядка 172 миллионов. Это, конечно же, не очень много, но, тем не менее, эффект отличается от налоговых льгот. Так, налоговых льгот представлено на общую сумму 86 миллионов. Как раз это говорит о том, что сегодня резидент платит больше в какой-то степени, чем берет в виде налоговых платежей. Какие для нас на сегодняшний день стоят, не стоят проблемы, скажем так, а на что мы хотели бы обратить внимание и обратиться к коллегам из комитета, для нас остается важной, наверное, практически единственной проблемой это короткий срок страховых взносов. Мы понимаем природу, на старте, когда мы обосновывали создание территории опережающего развития в городах, в закрытых наших городах, мы имели в виду, что в основном в процессе резидентства будут принимать участие наши градообразующие предприятия, на основе их будут создаваться проекты и работать резиденты. Жизнь показала несколько другой аспект. Да, отраслевые проекты у нас есть, с большим заявленным объедомом реализуются проекты. Более того, Гаджи Булат Бутаевич сказал, что есть сегодня резиденты, которые запускают, отработали один инвестпроект, они готовы запускать другой, делать разделительный баланс или вести разделительную бухгалтерию или создавать новое юридическое лицо, с точки зрения экономики не летит. Поэтому, конечно, интересно, чтобы один резидент мог запускать один инвестиционный проект, второй инвестиционный проект, а льготы, которые он сегодня получил, могли как раз быть у материнской компании. Так вот, на сегодняшний день у нас уже есть практика, когда тоже один резидент, запускает сейчас второй проект, это отраслевой проект, и мы тоже сталкиваемся с такими проблемами, и, конечно, хотелось бы их посмотреть, как не облегчить жизнь, но сделать более эффективным применение вот этих налогов. И, когда говорил я о страховых взносах, конечно же, мы на сегодня находимся в отличных условиях от дальневосточных территорий, у дальневосточных территорий, в общем-то, был период, когда резиденты могут воспользоваться страховыми взносами, льготой на страховой налог, это до 25-го года, с момента создания 10 лет. У нас это было три года, и в большинстве территории переезжающего развития этот период уже заканчивается, но мы также проанализировали, я вот первый пример сказал сравнительного анализа, что когда заканчивается период, резко снижается такая заинтересованность именно в малых городах. Если города, которые мы посчитали здесь, мы проанализировали все многорода, и те города, которые где-то насчитывают около 28-30 тысяч, после окончания действия этой преференции количество привлеченных резидентов уже составляет ноль. Города, которые увеличивается численность, ну, например, 49-50 тысяч, за год привлечено от одного всего лишь до трех резидентов, и только крупные города продолжают демонстрировать активности, то бишь у резидентов есть интерес, и даже без этой преференции идти становиться резидентами, реализовывать свои проекты на территориях опережающего развития. Я думаю, что и Дальний Восток тоже столкнется с этой проблемой, когда в 25-м году закончится период. Емкости инвестиционные остаются, а потребность у резидентов и у предпринимателей остается в этой норме, в этой мере поддержки. И пока небольшой анализ говорит о том, что эта норма может самостоятельно жить, и не только в каких-то обусловленных регламентах. Потому что да, у нас когда градообразующие предприятия предлагают проекты и реализуют их, они обеспечены инфраструктурой. Но сегодня в закрытых городах у нас очень много резидентов, не реализующие проекты отраслевого характера. И мы создаем с нуля инфраструктуру на гринфилдах, создавая индустриальные парки, которые в соответствии с постановлением правительства вошли в территорию опережающего развития. И на это нужно тоже время для создания инфраструктуры. И эти парки у нас уже служат не просто площадками для предпринимателей, но и инкубаторами. И соответственно, если провести еще дополнительный анализ и сделать эту меру поддержки бессрочной, мне кажется, эффект будет достаточно серьезным работающим и самое главное, эффективность от него будет очень серьезной. Спасибо за внимание. Выступление закончил. Спасибо, Николай Анатольевич. В завершении вы такое предложение серьезное высказали. Может быть, даже революционное. Мы еще попросим нас коллегой, директор департамента налоговой политики Министерства финансов Российской Федерации, Волков Заня Анатольевич, вам слово предоставляем. Вас не слышно пока. Сейчас слышно меня? Да, да, спасибо. Пожалуйста, Данил Анатольевич. Добрый день, Андрей Николаевич, добрый день, уважаемые коллеги. Я, конечно, не был записан на выступление, но с учетом того, что здесь какие-то предложения высказывались, небольшие комментарии, буквально пару минут займу ваше время. С точки налоговозглавительства, какие есть льготы, я, наверное, высказываться не буду, все о них знают, тем более, что все коллеги их в своей работе применяют. Но в любом случае мы их постоянно трансформируем, в том числе, например, у нас были изменения, связанные с тем, что по налогу на прибыль можно применять пониженные ставки в конкретной налоговой базе, которая определяется по проекту, а не в случае того, что выдача должна быть больше 90%. Поэтому в этой части постоянно в контакте и готовы для новых предложений, с учетом, конечно, мнений наших коллег об эффективности соответствующих мер поддержки резидентов ТАССР. Небольшие комментарии по предложениям коллег из Минвостокразвития. Что касается имущественных налогов и предложений по установлению льгот на федеральном уровне, Минфин постоянно излагал эту позицию о том, что федеральный центр не должен вмешиваться в доходные источники субъектов РФ. Поэтому в данном случае мы это предложение не можем поддержать. Полномочия есть и у субъектов. Субъекты сами принимают решение, какие льготы, в каком виде, с какого срока применения, в том числе, то, что приводится пример, они готовы с учетом их бюджетных возможностей представлять, в том числе, в данном случае, резидентам ТАССР. По заявительному порядку НДС с коллегами тоже не до конца могу согласиться. У нас были уже внесены поправки в налогозакональство. На сегодняшний день сроки камеральной проверки снизились законодательно, прямо именно, по НДС конкретно с 3 до 2 месяцев. Эта норма у нас уже действует. При этом Федеральная налогослужба в качестве проекта пытается проводить эти проверки в течение месяца. Поэтому мы, в принципе, планомерно в этой части движемся к сокращению сроков и, соответственно, к наиболее быстрому возмещению налогов налогоплательщикам. По поводу страховых взносов. Ну, в общем, скажу, что мы понимаем, что страховые взносы это не только поддержка бизнеса, но это и в том числе и пенсионные права соответствующих жителей нашей страны. Поэтому мы должны всегда рассмотреть этот вопрос в совокупности всех заинтересованных сторон. Но в то же время хочу отметить, что есть соответствующие поручения президента, правительства и в данный момент совместно с Минкомразвитием мы рассматриваем поправки в НК в части возможности продления сроков получения резиденции с 3 лет до большего периода для того, чтобы они могли применять пониженные страховые взносы в течение 10 лет. Другие вопросы не все успел записать. Наверное, в рабочем порядке мы на них готовы будем ответить. Спасибо. Спасибо, Денис Анатольевич, за сразу по сути содержательные уже комментарии и обсуждения. Я так понимаю, что у нас Миндаль не Востока, точно у вас правительства нет никаких разногласий, просто так понимаю, у нас руководство Миндаль Востока высказало позицию резидентов в ЗОН, чем с ним обращаются. Они, соответственно, все правильно делают, это их работа, чтобы они уже по опыту работы, тем более 90% инвестиций, это Дальний Восток у нас, чтобы они по опыту своей работы уже высказывали от резидентов, от управляющих компаний соответствующие предложения. А понятно, главный оппонент в этом смысле Минфин, тем более у вас есть два департамента, которые тоже между собой соответственно арбитраж этих предложений проводят. Большое спасибо, я сейчас даже не буду комментировать, мы это переложим на площадку уже комитета, мы обобщим и уже вместе, соответственно, с правительством все сегодняшние предложения обсудим. Кстати, напомню, что нам ряд предложений уже просто поступил от регионов при рассмотрении, мы ждем их в течение двух недель по заявленной теме, предложения, в общем-то, можно их оформлять не в виде законодательных инициатив, а просто свои соображения, может быть, и в том числе предложения наших резидентов и управляющих компаний особых наших экономических зон. Слово предоставляется Андрею Оксане Рудольфовне, директору АНО агентства городского развития Вологодской области. Добрый день, уважаемые коллеги, разрешите представить Вологодскую область, город Череповец, Череповец, как вы все знаете, является тоже городом с моноструктурной экономикой, ну и все делает для того, чтобы привлекать инвестиции в город. На территории города работают две мировые компании, это компания Северсталь и компания Фусагра. Мы обладаем большой сырьевой базой, ну и понятно, что все инвестиционные проекты, которые начинаются либо уже реализуются, они, конечно, связаны так или иначе с тем сырьем, который производится на территории нашего города. Значит, если в целом сказать, то Череповец, он инвестиционно очень привлекательный город, у нас на сегодняшний день в портфеле более 10 миллиардов проектов предприятий малого и среднего бизнеса, ну и в 2017 году, когда мы получили статус территории опережающего развития, конечно же, мы подходили очень комплексно, мы четко понимали, какие инвестиционные проекты будут реализовываться на территории города, ну и все инвесторы, которые заходили на территорию города, конечно, они рассчитывали на те преференции, которые в рамках ТОСера могут получать инвесторы. Что у нас на сегодняшний день? Ну, 4 сентября 2017 года Череповец подписал трехстороннее соглашение и еще будучи мэром города Елена Осиповна Авдеева, сегодня она наш сенатор, которая очень трепетно относится к городу и помогает нам и в рамках рабочей группы по ОМОНа городам мы вопрос по дальнейшему применению преференции по ТОСеру обсуждаем. Значит, вот еще тогда в 2017 году мы четко понимали, какие будут налоговые преференции, сколько они будут действовать, ну и на сегодняшний день в рамках соглашения к концу 26 года мы должны будем зарегистрировать не менее 40 резидентов и создать не менее 2328 новых рабочих мест. На сегодняшний день резидентами ТОСер-Череповца является уже 17 резидентов, где создано более 943 новых рабочих мест, инвестиции уже составляют более 5 миллиардов от данных компаний. Мы, конечно же, очень переживаем о том, что на сегодняшний день уже Череповец не может предоставлять новым инвестиционным проектам налоговую ставку по отчислению во внебюджетные фонды 7,6%. И, конечно, в настоящее время мы уже подготовили за подписью губернатора, за подписью Елены Осиповны несколько писем, направляли их, обсуждали. У нас есть два предложения, значит, вот в связи с вышеизложенным. Мы предлагаем все-таки внести изменения в статью 427 части 2 Налогового Кодекса Российской Федерации о продлении срока применения пониженных тарифов до 31 декабря 2025 года. Считаем это целесообразным. Ну, или, значит, на срок первых трех лет с момента, значит, создания новых рабочих мест, также распространить данную налоговую льготу. У меня, коллеги, все. Если есть вопросы, я готова ответить. Спасибо, Оксана Рудольфовна. У нас сейчас это... Мы здесь будем просто высказывать предложение. У нас диалог в таком формате очень сложный. Может быть, мы когда-то уже будем рассмотреть в комитете. Вы уже сегодня ссылались на нашего коллегу, Елена Осиповна Авдеевна, сенатор, моя коллега, представитель комитета по федеральному устройству генеральной политики местного управления. Совета Федерации. Елена Осиповна, вы у нас на связи, представляю вам слово, да, мы вас видим. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Андрей Николаевич, спасибо, что вы дали возможность мне выступить. Очень кратко постараюсь. Меня слышно, да? Да, слышно, слышно. Слушайте, ну вообще, конечно, я хотела бы предыдущих выступающих поддержать, и Николая Анатольевича, и Оксана Удольфовна, и обратить внимание на то, что мы в рамках рабочей группы по моногородам, которая при нашем комитете создана, провели достаточно-таки детальный расчет с точки зрения формирования аргументации по тем тезисам, которые на сегодняшний день являются основными у Министерства финансов, Министерства экономического развития, по выпадающим доходам в случае применения вот этих преференционных режимов. Основная часть связана, в первую очередь, конечно, со страховыми взносами, пониженными тарифами страховых взносов. Так вот, вы знаете, мы столкнулись с тем, что на сегодняшний день та методика, которая представляется нам коллегами из Министерства финансов, она предусматривает фактически прямой счет, то есть все то, что мы не получим в бюджет, во внебюджетные фонды за счет пониженных тарифов, страховых взносов. Мы же просчитали общий экономический эффект за счет в том числе уплаты налога на добавленную стоимость, налога на доходы физических лиц. Мы даже не стали считать синергетический эффект за счет развития других кооперационных, основанных на кооперационных связях производства, связанных с деятельностью резидентов ТАСЭР. Так вот, никаких выпадающих доходов среди резидентов ТАСЭР в моногородах у нас не просчитывается. Более того, за счет вот этого появления новых предприятий решается очень много вопросов, связанных и с оттоком населения, и с развитием субъектов малого-среднего бизнеса. Я говорю как раз об этих кооперационных связях. Конечно, вопрос непростой, но вы знаете, мы, опять же, опрашивая все моногорода, и надо иметь в виду, что у нас на сегодняшний день 90 тор в моногородах создано, и вы знаете, у нас в моногородах практически 80% это небольшие, это малые города с численностью до 50 тысяч, и, конечно, в условиях очень жесткой конкуренции за инвестора, а мы все территории конкурируем за инвестора, и, конечно, территориям с численностью жителей до 100, и тем более до 50 тысяч очень сложно конкурировать с территориями крупных городов Татарстана, Башкортостана, Вологодской области, Кемеровской области, и одним из очень серьезных вот этих крючков, то есть преференций, которые мы могли бы привлекать инвесторов в как раз небольшие и малые города, как раз и являются вот эти страховые взносы пониженные. Об этом говорят все моногорода, все без исключения. Более того, вот эти наши малые города просят настоятельно вопросы, связанные с продолжением работы по созданию торов, эту работу продолжить. Ведь у нас на сегодняшний день эта тема заморожена, то есть торы не создаются. А малым городам очень сложно, еще раз повторяю, на сегодняшний день конкурировать с крупными территориями, с большими территориями и привлекать инвесторов. Им нужны как раз вот эти вот преференции. Я очень надеюсь на то, что сегодня коллеги из Минфина озвучили проработки предложений в правительстве и поднимала этот вопрос и на Совете Федерации. И я знаю, что коллеги из Кузбасса вышли с инициативой на Валентину Ивановну Матвиенко. Я очень надеюсь, что наши аргументы по поводу сохранения торов в моногородах и по поводу продления трехлетнего периода применения страховых взносов у коллег в правительстве Российской Федерации все-таки они нас услышат и вот эти предложения будут воплощены в жизнь. Мы готовы подготовить законодательную инициативу, но, конечно, это целесообразнее делать, когда согласованная позиция и правительства и Совета Федерации. А так мы продолжаем работать. Я очень надеюсь, что Андрей Николаевич и с вашим участием мы все-таки эту тему будем продолжать. Спасибо. Спасибо, Елена Осиповна. Вас абсолютно поддерживаю. Тем более у нас в каждой территории, которая по СССР практически есть, особенно ТАССР, уже созданы. И здесь, мне кажется, мы правильно абсолютно сейчас аргументацию повернули не в сторону четко экономических расчетов масштабов страны. Надо не забывать еще про пространственное развитие. И нам важно, почему создавались особые вот эти ТОРы и ТАССРы, чтобы мы управляли территориальным развитием государства. То есть, понимали, что нам, в конце концов, в Москву нам не надо, чтобы все переезжали. Знаете, в хорошем смысле. Надо создавать условия для людей, чтобы у нас все-таки территория равномерно развивалась. Поэтому у вас очень правильные наработки мы у вас в комитете дополним все вот то, что вы уже рассматривали по моногородам на своей группе. Мы эту аргументацию соберем вместе и будем готовить совместный документ, основываясь на вашей позиции, на вашем уже опыте, непосредственном, тем более, работая еще в субъекте. Спасибо большое. Слово представляется Кончеренко Любовь Ивановна, научный руководитель Департамента налогов, налогово-администрирования, финансового университета и правительства Российской Федерации. Спасибо. Добрый день, уважаемый Андрей Николаевич, уважаемые коллеги. Я, безусловно, хотела бы начать с налогов, но последние выступления все-таки сподвигли меня на то, чтобы озвучить прежде всего мое третье первоначальное замечание. И замечание состоит в следующем. Мы сейчас в основном говорим непосредственно о проектах, которые входят в эту систему опережающего развития социально-экономического развития регионов. Но при этом очень важно посмотреть на зарубежный опыт с точки зрения того, как это реализуется на Западе. И вот здесь один момент, который, на мой взгляд, очень принципиален. Дело в том, что все-таки реализация отдельных проектов, она, безусловно, должна быть непосредственно увязана с тем, а что у нас в регионах имеет место с точки зрения инфраструктуры. И сейчас в расчеты как экономической эффективности, так и, собственно, стоимости проектов вот эта позиция не включается. На мой взгляд, это все-таки неправильно. И, как представляется в Совете Федерации, наверное, нужно ставить вопрос о том, чтобы вот те проекты, которые непосредственно входят в эту систему, которую мы сегодня рассматриваем, все-таки сопровождалась еще и бюджетными ассигнованиями для создания инфраструктуры, которая, может быть, прямо, непосредственно в этот проект не входит, но, тем не менее, способствует его реализации. Что касается налоговых моментов, на которые я, прежде всего, и хотела бы остановиться. В условиях, когда Федеральная налоговая служба говорит об открытости взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков, очень большое значение имеет четкость тех позиций, которые имеются в налоговом кодексе. Вот наши коллеги, которые с нами взаимодействуют с точки зрения налогового консультирования налогоплательщиков, столкнулись со следующей позицией. В частности, коллеги, которые, вернее, организации, которые участвуют, вернее, находятся на этих территориях, о которых мы сегодня говорим, то есть территориях опережающего социально-экономического развития и используют, в частности, такой налоговый режим, как режим единого налога на сельхозпроизводителей, у них возникает вопрос, что они имеют в приоритете, то есть могут ли они иметь право на выбор применения той или иной льготной системы, то есть либо система СНХ, либо все-таки каким-то образом подключиться к тем льготам, которые имеются по территориям опережающего развития. Дело в том, что есть такие субъекты, которые, имеется в виду сельскохозяйственные производители, которые по разным причинам теряют возможность использовать непосредственно те льготы, которые имеются по единому социальному налогу на сельхозпроизводителей, и у них возникает вопрос, имеют ли они право все-таки при всех прочих других еще условиях и расчетах использовать не единый социальный вот этот налог, как тот, который они первоначально применяли, а те льготы, которые на сегодняшний день действуют по субъектам территории опережающего развития, по резидентам. И в данном случае особое внимание можно уделить тому, что, например, если они всю свою продукцию, которую они производят, непосредственно реализуют на данной территории, будут ли у них может быть даже дополнительные преференции в связи с этим. Это первый момент. Второй момент, касающийся налога на землю. Дело в том, что да, регион имеет право устанавливать в том числе и нулевую процентную ставку, ну то есть те льготы, которые предусмотрены по данному режиму, то есть территории опережающего развития. Но в данном случае это здесь возникает определенная коллизия в плане того, что при применении, то есть при налоговом администрировании земельного налога безусловно проверяется и целевое использование земельных участков, ну поскольку разные ставки, в данном случае налоговые ставки применяются. Если у нас идет полное освобождение от земельного налога, то в данном случае данный контроль усложняется и усложняется он прежде всего не для налоговых органов, а прежде всего для налогоплательщиков с точки зрения администрирования со стороны других органов, которые должны следить за правильностью использования земельного налога. Поэтому нам представляется, что все-таки здесь должно быть ограничение с точки зрения применения тех рекорд, которые на сегодняшний день имеют место по режиму территории опережающего развития. Спасибо. Спасибо, Любовь Ивановна. Коллеги, вот у нас список докладчиков выступающих, которые предварительно записывались исчерпан, и мы бы хотели по возможности, вот уже от регионов, если кто-то готов, у нас много, кстати, участников, у нас более, по списку более 70 участников, около 90 участников подключены очень многие регионы, поэтому, если кто-то готов, попробуем подключиться тут, надо, чтобы не одновременно. Поэтому включите микрофон, назовите, представьтесь, есть возможность выступить. Андрей Николаевич, позволите, Хабаровский край очень легко, конечно, поздно у нас. Но, тем не менее, да. Председатель законодательного дума Хабаровского края Зекунова Ирина Валерьевна. Несомненно, мы слышим разнонаправленные точки зрения в отношении преференциальных режимов, и, главным образом, конечно, преобладают интересы территорий, в том числе, большие ожидания, связанные с стимулированием притока инвестиций. Но я хотела бы, выражая точку зрения финансово-экономического ведомства правительства Хабаровского края, обратить внимание вот на какой аспект этих преференций. Дело в том, что такая универсальная по срокам и предоставляемым налоговым льготам преференция, она, в общем-то, несколько не соотносится со структурными ожиданиями по развитию отдельных отраслей. В частности, льготы, по сути, единообразны для предприятий горнодобывающего комплекса, транспортно-логистической отрасли, обрабатывающих производств. Для экономики Хабаровского края этот вопрос является важным и чувствительным, потому что экономика наша диверсифицированная, но в то же самое время горнодобытчики находятся в изрядно мягком положении. Освоив инвестиционный этап, они быстро выходят на высокие нормы рентабельности на эксплуатационном этапе, и региональный бюджет, и федеральный бюджет продолжают, в общем-то, предоставляя налоговую льготу, терять соответствующую часть своих доходов. И если сопоставить простые цифры, количество резидентов в ТОСР увеличилось за 4 года в 5 раз, а объемы налоговой поддержки, которую мы им предоставили, утратив этот налоговый приток из своих бюджетов, увеличились в 50 раз. И в этой связи с инициативой обращалось Министерство финансов Хабаровского края и Министерство инвестиционного развития и предпринимательства, поддерживает эту точку зрения. Мы, конечно, хотели бы обратить внимание и выйти с инициативой все-таки ограничить сроки предоставления налоговой льготы периодом окупаемости капитальных вложений за счет объема предоставленной налоговой преференции, если вот так просто сказать суть этой инициативы. Мне представляется и моим коллегам представляется, что это был бы экономически обоснованный подход, потому что все-таки окупаемость инвестиций наступает за счет чистого финансового результата. Здесь мы говорим даже не о прибыли, а говорим о потоке полученных налоговых льгот, по сути налоговой экономии. Если говорить о результатах, которые получил бы соответствующий бюджет региона, то на примере бюджета Хабаровского края сумма преференций предоставленных исчисляется 3,6 миллиарда рублей. И половина этой поддержки приходится как раз на горно-отобывающую отрасль. И не секрет, бизнес-процессы здесь все-таки имеют свою специфику, они иные, чем бизнес-процессы в обрабатывающих отраслях, в транспортно-логистической отрасли. И поэтому опять же в целях содействия более продвинутой структуре экономики с более глубокой переработкой представляется такая структурная мера экономически обоснованной и дальновидной. Спасибо за возможность высказаться. Спасибо, Ирина Валерьевна. Очень приятно, что даже председатель законодательного собрания Хабаровского края участвует в нашем совещании. И мы все ваши предложения тоже обсудим, обязательно включим для обсуждения на уровне уже правительства Российской Федерации и федерального собрания. Спасибо, Ирина Валерьевна. Коллеги, еще будут от регионов выступления, предложения, комментарии по уже высказанным ранее? Николай Анатольевич в студии, еще раз, пожалуйста. Нет, это реплика. Я хотел бы обратить внимание, особенно коллег, вот присутствующих от Минфина, налоговой, счетной, мы все-таки не должны забывать, что это мера поддержки для нового предприятия, нового проекта, который только создается. И даже тот десятилетний период действия меры поддержки как страховой налог, страховой налог, да, он все-таки не сто процентов загружается этой мерой. Все равно есть этапы развития, как создание проектно-сметной документации, строительства, запуска и выхода на окупаемость. Здесь я могу даже где-то согласиться с председателем законодательного собрания законодательных дум и Хабаровского края, что можно ограничиться сроком окупаемости. Но сама мера предоставляться должна, мне все-таки кажется, бессрочно. Это действительно непрямые расходы нужно считать. Не только прямые расходы нужно считать, или непрямые недополученные средства. Вот в этом хотел бы обратить внимание. Спасибо. Спасибо. Я хочу поправиться законодателем дума Хабаровского края. Это очень важно правильно называть государственные органы власти наших субъектов. Коллеги, будут еще выступления, предложения? Да, по сути, у нас предложений уже более нескольких десятков прозвучало только в выступлениях и при подготовке нашего семинара совещания. Мы ждем еще любых идей, мнений по развитию территории, наших особых экономических территорий, так обобщая. И, соответственно, есть ключевые вопросы, даже с Хабаровска выступили, то есть такие, которые есть принципиального характера и по социальным взносам, поэтому мы будем соответственно некоторые выносить в приоритетном уже порядке обсуждения. Так, коллеги, спасибо большое за внимание, всем здоровья, благополучия и будем работать совместно. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok